Документы Идентификационная или ID-карта Мировая практика показывает, что многофункциональные ID-карты сегодня используются во многих государствах. Если в 105 странах мира они бесчиповые, то еще в 84 в картах имеются электронные чипы, которые предоставляют больше возможностей. У нас чип, то есть электронный носитель, предусматривается. Указ президента от 22 сентября 2020 года в этом плане конкретен. Максимальная защита данных с потенциалом в дальнейшем расширять спектр заложенных в карту возможностей. До 31 декабря 2022 года будет продолжаться совершенствование дополнительных электронных форм взаимоотношений государства и населения в системе электронное правительство. На сегодняшний день бланк ID-карты содержит основные сведения. Номер карты, фамилия, имя, отчество владельца, дата и место рождения, гражданство, пол, персональный идентификационный номер физического лица, фото, подпись после достижения им 16 лет. При оказании государственных услуг использование сведений, внесенных в ID-карту, разрешается согласие ее владельца. В чип же вносятся биографические данные, национальность, цифровое фото владельца, а если он достиг 16 лет, то отпечатки пальцев рук и сертификат ключа электронной цифровой подписи. Абсолютно вся личная информация хранится на одной карте. А насколько это безопасно? Здравствуйте. Теперь и я стала обладателем ID-карты и понимаю, что вся информация обо мне вот здесь внутри. А что будет, если я потеряю карту и кто-то ее найдет? Сможет ли он воспользоваться ею в свою пользу? В случае утери ID-карты гражданин должен обращаться в ближайший отдел миграции и оформления гражданства или к Центру государственных услуг для получения нового идентификационного ID-карты. То есть старая карта будет уже недействительна. Если кто-то нашел вашу карту, никак не может пользоваться ей. Потому что во всех государственных учреждениях, чтобы выполнить любые операции, надо будет ваша электронная подпись и отпечатки пальцев. 5 января уже началась выдача ID-карт жителям республики. И уже есть ее первые обладатели, среди которых и Махсут Абдулаев. Здравствуйте. Скажите, сколько времени вы потратили на оформление ID-карты? Вчера в это время подошел. Всего 5 минут фотографировали и отпечатки пальцев. И сегодня позвонили, что готов ID-карту. Вот пришел получить ID-карту. Давайте разберем процесс оформления ID-карты детальнее. Есть два способа. Первый. Вы можете подать заявку онлайн через единый интерактивный портал государственных услуг my.go.us и выбрать удобный для вас день и время. Второе. Посетить любое отделение миграции и оформление гражданства независимо от места жительства. На месте либо онлайн необходимо будет произвести оплату государственной пошлины в размере 198 470 суммов, что на сегодняшний день составляет 89% от базовой расчетной величины. А при первичном оформлении личного документа потребуется также еще свидетельство о рождении, что сегодня также просто. Пару минут через информационную систему, единый электронный архив органов записи актов гражданского состояния. Для пожилых людей, нуждающихся в помощи, малоподвижных лиц и с особыми потребностями, получение ID-карты оформляется по месту жительства в течение 15 дней. При этом дополнительная плата за оказанную услугу не взымается. Основное удобство ID-карты – это возможность ее использования для идентификации человека. То есть карта может быть приложена к какому-либо считывателю на компьютере, либо в дальнейшем к сотовому телефону с поддержкой NFC. И при согласии пользователя вся информация о нем будет автоматически заполнена. Это позволяет ускорить получение государственных услуг и позволяет в дальнейшем, например, приобретение электронных, железнодорожных, либо авиационных билетов. Вы можете зайти в единую систему идентификации, с ее помощью перейти на более чем 20 информационных систем электронного правительства и государственных организаций. Процесс построения электронной инфраструктуры вокруг карт только начался. И из года в год количество услуг, количество подключенных сервисов и количество возможностей ID-карты будет только увеличиваться. ID-карты будут выдаваться с момента рождения и до года сроком на 2 года. От 1 года до 16 лет – на 5 лет. Для граждан, достигших 16-летнего возраста – на 10 лет. Итак, безопасно и, главное, удобно. Без сомнения, достойная современная альтернатива бумажным вариантам. Жители страны могут добровольно обменять биометрические паспорта на ID-карты с 1 января текущего года по 31 декабря 2022-го. Ну а с 1 января 2023-го года по 31 декабря 2030-го. Этот процесс будет обязательным. Соответственно, с 1 января 2031-го года биометрические паспорта граждан Республики Узбекистан 2011-го года будут недействительны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова